А перед началом ролика позвольте вас познакомить со спонсором данного видео, ВБИ-проектом. Здесь все зависит от РП-постов, которые пишут сами участники. Добавок к этому, могут быть даже РП-посты от команды проекта. Глобальные, региональные или индивидуальные, для определенной страны. Также в конце сезона происходит награждение лучших игроков. Им дается допуск к особым каналам, а также проводятся мини-ивенты. Так что вы не только победите, но и получите уникальную возможность. Вдобавок к этому, сезон только начался. Так что вы успеете активно влиться в проект и урвать свое место победителя. Вдобавок, в новом сезоне реализуются две новые механики технологий. Ты можешь их модернизировать, иначе словишь дебафы на урон от этого вооружения. А также вводится система уровня государства. Думаю, некоторым из вас известная по моду на Хойку, Миллениум Даун. Сам по себе этот проект молодой, но активно развивается. Они ждут к себе новых людей, а вдобавок к этому снабжают вас с уникальными сюжетами для сезонов. Так что залетайте по ссылкам в описании и самостоятельно зацените данный проект. Сегодня у нас с вами Великая Монгольская Империя, которая родилась в период Второй Мировой и станут, увы. Да, у нас сентябрь 1941 года и Монгольская Империя, которая покорила Китай, немного еще других азиатских земель. И теперь мы будем двигаться дальше по нашему уникальному древу фокусов. Новый рассвет Монгольской Империи. Нам надо будет провести Великую Компанию по умиротворению Китая. Также выступить против божественного ветра и зарубиться с японцами. Ну и операция Второе Нашествие. Лучшие наездники Монголии пойдут собирать дань. Собрать дань до утра. Сейчас мы, конечно, еще слабоваты, у нас небольшая промышленность, мало людских ресурсов. Но есть свои бонусы на кавалерию и, главное, вера в великое будущее. Наш Великий Император поведет нас в новую-новую битву, из которой мы выйдем либо победителями, либо проиграем и окончательно сгинем. Самое интересное, что у нас перенеслась столица в Пекин, которая даже не является для нас национальным. Вот так вот. Столица там, где нас даже и не жалуют. Но ничего, мы скоро изменим эту ситуацию, увеличим здесь уровень подчинения, постараемся укрепить нашу власть над Китаем, а потом уже расшириться во все возможные стороны. Если вы вдруг пропустили первую часть, как мы из маленькой, то вы стали такой империей, то ссылка будет в описании. Ну а мы с вами стартуем. Усаживайтесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. А возрождаем Ясу. Это подобие Конституции, дабы нам было проще управлять китайскими территориями. Так как мы не демократы, то разделенные, но равные нам не светят. Ну и следующий фокус меня очень радует. Искусство войны. Наша монгольская императорская армия улучшится по всем фронтам. Получим новую пехотку, людей. Активные реформы из Китая. Ну и бонусы здесь, конечно, приятные. Монголы, пейте воду и зуб сунура. Да молитесь. Мы с вами получаем сопротивление во всех китайских регионах. У нас еще подрезается стабильность. Зато бонусы на армию дают. Что может быть лучше? А что же творится в это время в Европе? В марс 42-го немцы не смогли дойти до Минска и до Киева. Они лишь выдвинули советы с польских территорий, да и то не со всех. Немножко с Прибалтики. И здесь, из Одессы. Все. Исторический фокус. Чуются с советами. Будет очень тяжко. А уж платить их заставлять дань. Вопрос, чем мы это будем делать? У немцев, кстати, уже даже рекрутов нет. Всего 100 с небольшим тысяч осталось. Можно на секундочку спросить? А. 3 миллиона в Советский Союз. Советы всего миллион. Учитесь. Те, кто говорят, что за советов играть сложно. Тут даже Ишка это смог. Уж вы тем более справитесь. К сожалению, данный бонус на атаку дивизии больше 25. И, видимо, защита тоже выше 25 не раскачивается. И Искусство войны нам не даст так уж много. Но давайте все равно его возьмем. Я просто решил проверить, можно ли забафить этот модификатор побольше. Но нет. Здесь все сделано более-менее балансно. Ну, в рамках, конечно, данной истории и данного баланса. Смотрите, 25 здесь, 15 здесь, 40%. На защиту тоже будет 40%. Но вдобавок еще здесь 15 на защиту. То есть 55% бонус к защите можно получить. А это, знаете ли, неплохо. Но, правда, единственное, чего нам не хватает, это стабильность. И поддержку войны только так дают. А вот ставку не даровали. В 42-м году мы начинаем индустриализацию. Да, конечно, хочется всех атаковать. Но с такой промкой, я боюсь, наша Монголия не проживет совсем ничего. Поэтому сначала индустриализацию. Получим больше свободных фабрик. Также производство, наконец-таки, наладим. Как-никак у нас много людей. Да и китайское производство, которое столкнулось с противостоянием с японцами, явно будет мощнее нашего, которого особо-то и не было. Единственное, грусть всей этой подведки. Здесь минус 10 стабильности. Здесь минус 15 стабильности. И шансы на эти минуса очень высокие. Да, стабильность, которую мы так пытались поднимать, все падает и падает. Ну и индустриализация начинается. Мы теперь можем инвестировать в экономику. И как только накопим экономическую власть, сможем получить заводы, ресурсы, инфраструктуру. Смотря что нам нужнее. Опа, вот это новость. Киев пал 1 июля 43-го. Немцы что-то досмогли. Я, кстати, даже удивлен с учетом того, что здесь уже активно союзники высаживаются. В Греции они проигрывают, рекрутов у них тоже особо нет. Я думал, советы за это время окрепли, а нет, у них промка до сих пор. Фух. Ну и так, знаете, советов скоро по промке догоним. Что-то очень странное. Дивизий много. Но как-то развитие их застопорилось. Это даже с учетом того, что здесь коммунистический ран. Валянь с советами. Интересный мир выходит. Еще если они к себе и Ирак успеют с Афганистаном забрать, вообще, наверное, будет красота. Наконец-то. В конце ноября 43-го провели индустриализацию. Какой же это долгий процесс. Но зато на его фоне у нас уже подчинение в Китае почти 46-49. Это уже 52%. Еще немножечко дождаться и сможем его умиротворить. Я думаю, что сначала Китай, а потом двинемся дальше. Благо, пока есть чем заняться. Берем оружейный комплекс. Избавились от дебафов, которые у нас были на застройку. Да и плюсом к этому экономическая власть у нас растет достаточно быстро. Я вкладываюсь и в легкую промышленность, и в инфраструктуру. Ну а теперь даже можем и в добычу ресурсов повкладываться. Лишним тоже не будет. Давайте вместе с вами дождемся этого прекрасного момента, как у нас в феврале 44-го. Китай полностью покорится. Последние очаги недовольства убраны и все. Теперь у нас полностью национальный Китай. Правда, мы ждем пока зачислить всех рекрутов, потому что было миллион шестьсот, сейчас миллион семьсот. О, семнадцать с лишним миллионов солдат готовы войти на службу к нам. Добавок к этому, много пехотки освободилось, так как нам теперь не надо держать здесь гарнизоны. Промка подросла, 242 теперь. Хух. Ведь понимаете, что теперь нас ждет, да? Великие планы. Сначала первые евразийцы. Получим претензии на всю территорию Евразии. А потом уже пойдем в наше второе нашествие. Как раз будет пять армий на миллион двести. Элитные наши кавалерии. Представляю лицо советов, когда на их границе выстроится одна кавалерия. Монгольская кавалерия. В 1944 году. Этого они явно не ждут. Первые евразийцы выполнены. Ну и вы видите, все территории, на которые мы претендуем. Просто на все-все земли у нас теперь есть претензии. И все страны теперь нами недовольны, потому что они выдвинули претензию на наши земли. Минус сто со всеми. Но ничего не поделаешь. Они должны познать нашу мощь. Все. Армия готова. Берем операцию второе нашествие. У нас с вами есть два года на то, чтобы разобраться с советами. Скорость дивизии, организация, защита меньше. Просто климатизация к холоду тоже меньше у советов. Ну а мы с вами берем нашу армию и выставляем ее на границе. Надеюсь, что наших солдат хватит для того, чтобы прорваться к Уралу, а дальше к Москве. Судя по границам, советы-то нас особо и не ждут. Но знаете, когда напротив твоей границы в каждой провке по 2-3 дивизии Кавы стоит монгольский, при том раскачанный, я бы на весть совета все-таки немножко задумался, что жизнь как-то идет слегка не туда. И надо бы вести себя аккуратнее. Операция второе нашествие начинается 7 мая 44-го года. Империя монгольского Каганата объявляет войну государству Советский Союз. Ух. Ну что ж, ребятки, полетели в бой. А пока идет сражение, да? Развиваем угарнострелков. Не знаю, будем ли мы их использовать когда-нибудь, но на всякий случай пусть будут. Единственное сопротивление от советов это на Дальнем Востоке. Здесь нас пытаются сдерживать, но знаете, что предлагаю? Уйти кавалериями на север и сделать из этого всего добра котел. Ну а если посмотреть на битву, то это, конечно, приятненько. Оборона в 260, атака в 200, в 300. Если что, это вот с таким вот шаблоном. Просто благодаря бонусам мы себя очень хорошо показываем. Ну и да. Здесь на севере у нас сейчас удается котел. Давайте контратака. Здесь тоже армию сдержим. Ну все. Это армия в котле. Дальневосточная армия Советского Союза покорена. И какая же это жесть. 8 миллионов потерь Советского Союза. 9,5 миллионов потерь немцев. Да, мне кажется, вот по этой линии обороны полегло столько людей. Ну, кстати, у советов еще рекруты есть, но уже 10%. У немцев рекрутов нет, у них уже 20%. Потом здесь уже высадка под Гамбургом. Хм. Немецкие дни, видимо, сочтены и нас они не дождутся. Но я верю все-таки в лучшее. В июне 44-го армия Советов здесь уничтожена. Ну и дивизий, кстати, у них до сих пор немало. Хотя эта потеря, думаю, окажется существенной. Ибо крыть особо дальше им нас нечем. Еще один небольшой котел. Ну и Советы, кстати, свели немало войск. И из-за этого немцы уже к Сталинграду приближаются. Минск захватили и Прибалтику отвоевали. Ух. Больно, конечно. И самое неприятное, что вклада у нас почти нет. Придется потом еще и на немцев идти. О, мы от солдата и до маршала. Избавьтесь от отрицательных значений армии и выполните фокус генерал от народа. Ух, еще одна ачивка готова. Ну а так, мы добрались до Омска. Новосибирск тоже наш. Линия снабжения теперь здесь есть. Ситуация будет чуть-чуть получше. В сентябре 44-го немец уже вошел в Москву. Но мы сами только приблизились к Уралу. Да, 8%. Что-то как-то нам с Советами, конечно, битва хорошая. И мы немало дивизий их уничтожили. Уже миллион солдат почти. Но по миру мы почти ничего не получим. Ну все, в октябре еще и Сталинград. Ползись к Ленинграду близки. Да, наш вклад лишь 10%. Из-за больших потерь немец, конечно, здесь не победим. 10 миллионов солдат. Тут тоже 10 миллионов солдат. И все это ради небольшой победы над Советами. Кстати, Бенелюкс освобождается. Здесь Франция. Здесь Италия прорывается. Чуть-то мы сейчас немножечко даже спасем немцев. Хотя этого мы и не хотели. Но до Урала добрались. Уже такое хорошее достижение. Мигрантов из Сибири к себе зовем. Ну и давай международных добровольцев. Явно кто-нибудь да захочет поучаствовать в таком интересном походе, где чистая кавалерия давит Советов. Которые, между прочим, столько лет сдерживали немцев. Самое главное, что Средняя Азия, по сути, под нами. Конечно, по миру не перейдет. Но сейчас мы ее забрали себе. Хорошее достижение остается 4%. Немец не может пробиться уже к Ленинграду. Придется нам забирать какие-нибудь победные территории по пути. Дайте, наверное, доказания. Иначе мира не видать. Моя кавалерия, смотри, как Казань Чебоксары прорвала. Еще остается 1%. Ну давай. Здесь Горькому. Здесь Вишкаралу. Есть победные территории рядом. Воспользуемся возможностью к ним пробраться. И да, нас пытаются сдерживать. Но увидите, как хорошо прорываем. 30 ноября. Декабрь уже. И знаете, какой у меня вопрос? Успеем ли в этом году капнуть Советов? Скорее всего, да. Единственная проблема, что мы почти ничего не получим. С ими 12%. Но капитуляции мы близки. Притом он еще сейчас оставляет Горький без прикрытия. А нет, смотри-ка, держатся. Прям до последнего здесь уже стоит. Нет, процентов ведь нет на победу. Но давай в Ульяновск. Здесь Киров сейчас заберем. Я думаю, Советы уже должны быть готовенькими. Кстати, Горький свободный. Еее. Все. 10 декабря 44-го победа. Советы? Пали. 400 очков, правда. Но давайте мириться. Вот такой вот у нас мир. Я что-то сразу же не подумал, что благодаря Советнику я могу дешевле забирать территорию под себя на 10%. Правда, почему я не могу отдать это монгольской России? Вопрос хороший. Я могу это выделить под Советский Союз. И все. Как-то это немного странно работает. Ну да ладно. Все, подправил. Теперь у нас монгольская Россия, именно из Советского Союза. Нормальные. Обычные. Которая уже, правда, все древо свое закончила. Но неважно. Главное, что нам не надо содержать эти территории. И мы можем следующим фокусом спокойненько взять собирание Дани. Вот так вот. В декабре 44-го мы победили. Земли до Урала наши. А значит, что здесь есть хоть небольшое, но снабжение. Откуда мы сможем дальше вдарить и выкинуть отсюда немцев. Меня, конечно, немного радует собирание Дани. Что районы Центральной России и Восточной Европы хорошо развиты. Как промышленные, так и в плане сельского хозяйства. И империи нужна эта промышленность. Ну, возможно, это они и развиты. Но как бы их нет. Ладно. Начивку мы все равно взяли. А за монгольскую империю сделать Советов марионеткой. И заставить его платить дань. Правда, у Советов и так промки-то особо нет. А мы еще ее забираем. Но ничего. Сейчас выйдем на немцев. И там уже разгуляемся. Кстати, мы создали 15% мировой напряги. И вообще мало. И я думаю, самое время захват региона сделать. Ух, 32% напряги за все, да? Нами демократы будут очень сильно недовольны. Но как-то дружба с демократами нам все равно не сдалась. Мы и так уже с ними по уши в плохих отношениях. Поэтому немцы. Оправдание цели захвата региона за Алма-Ату. Через 15 дней начнется вновь великая битва. И да, кстати, выплаты дань действуют навсегда. Меньше фабрик, больше политки. Замечательно. Всего 11% фабрик уходит. Еще бы стапку приподнять и перейти потом на всеобщую мобилизацию. Все. Все фабрики будут в наших руках. Армия прибыла. Ну и давайте. Нападаем. А, подожди. Потенциальные враги. Ух. А это немножко не то, что входило в наши планы. Сейчас еще с японцами, да, сражаться. Точно, у них же взаимные гарантии. Если мы нападаем на одних, то сражаемся с другими. Но тогда подождем 35 дней. По фокусу нападем еще здесь на японцев. К этому моменту я как раз подготовлю еще армию. Выделим их чисто на борьбу с Японией. Надо бы Корею освободить, китайские земли, да и отсюда выгнать Японию. О, смотрите-ка, у нас ядерная гонка открывается. Между прочим, даже с немцами, ну давай. Ядерная гонка против немцев. Мы, если что, уже берем как раз ядерные реакторы. Со временем выйдем и дальше. Ну а тут я укрепил границы с Японией. Конечно, не везде идеально. Где-то нас, скорее всего, пробьют. Но не важно. В скором времени начнется операция «Большая волна». В саму Японию мы, конечно, уже не высадимся. Да и смысла в это мало. Здесь американцы уже высаживаются. Но вот выкинуть их скорее из Китая. Это за милу душу. И получается опять ближе к лету. В апреле 45-го. Пойдем на Японию. Отлично. У меня, кстати, знаете, какой вопрос? Мы объявляем войну Японии. А считается ли это нападение на немцев? Да, считается. Ух, ну что ж. О, британцев союзники зовут. Не, ну. Не, ну. Да, да, да. Да, это именно мы. Помогли этому миру выиграть и победить. Погнали. Ох, ну и жара здесь сейчас началась. О, ну и жара. Здесь Япония нас атакует. Там мы сражаемся. На всех фронтах просто вперед к победе. Тяжеловато, конечно. Но вроде пока живы понемножечку, что японцев, что немцев начнем двигать. А самое важное, давайте глянем на события континентальной империи. Континент в подарок. По поводу же Европы. Ну, здесь ситуация, знаете, такая, что вообще смешно. У союзников столько войск, но они не могут додавить немцев. Да, все приходится делать нам. Нашей великой кавалерии. Правда, вот здесь вот немножко печально. Но, знаете ли, на все и везде армии пока нет. Уж простите. Континентальная империя и континент в подарок. И смотрите, наше государство останется монгольским и только для монголов. Навсегда. Десять стапки. Ну, вроде бы звучит, да, прикольно. Но другой вариант. Глупо гнаться за каким-то там статусом. Когда есть возможность упросить себе жизнь на годы вперед. Все регионы станут национальными. Мы теперь империя монгола-евразийского каганата. Давайте, все. Евразийский каганат. Весь мир национальный. Эм, да, да, да. Как бы это ни было странно, но такое тут тоже возможно. Весь мир национальный. Ну и, кстати, по поводу фокусов в нижнем правом углу, которыми я завлекал. Этот фокус позволяет аннексировать весь мир. А здесь интересное дело с неизвестным мистером, который пройдет свою судьбу, в зависимости от наших выборов, и выйдет либо к хорошему концу, либо к не очень хорошему. У нас тут как раз такая история местного карбюратора. Небольшая такая пасхалочка. Но больше ничего секретного здесь по фокусам нет. Все остальное кроется вот здесь вот. Нам остается как раз еще здесь два фокуса и здесь три. Вот знаете, тот самый случай, когда тебя взяли британцы и в итоге из альянса выпнули. А когда ты так играешь с кем-то из других иишек, тебе запрещают. Вот она, жестокая реальность. Хотите самое прикольное увидеть? У нашего альянса, меня опять взяли уже к союзникам, 1111 дивизий. Против 100 с небольшим японцев и где-то 500 у оси. И угадайте, кто не может до сих пор добить немцев? Союзнички. Я, честно говоря, не знаю, что они здесь делают. Вроде бы даже дивизий больше. Нет бы шаблончики получше атаковать. Не. Все оставили на моих коней. К апрелю 46-го мы добрались наконец-таки до бывшего Сталинграда. Также выходим к Москве. Ну и на севере уже прорываемся к Мурманску. Переломный момент, я думаю, на фронте с немцами наступил. Да, они забрали немалый блок территории здесь. Но мы дали. Уверенно идем вперед. И потери немцев уже тут. 10 миллионов. Мне просто интересно. А, у них еще миллион. Но уже все под ружьем. Рекрутов у них больше нет. Да и производство, видимо, им тоже не светит. Ух ты. Только смелых уважает высота. Светило яркое солнце. И из Черногорска прибыл военный инструктор. Молодая кровь рвется в небо. А я уж хотел сказать, у нас советников не будет. А появился, смотри-ка. Есть теперь советник в авиации. Может быть, во флоте так появится. Не зря я все-таки начал их исследовать. В июне 46-го взяли Москву. Здесь дошли до Ростова. Ух. Но более-менее немцев выкинули. Ситуация окончательно перешла на нашу сторону. Мы же, считай, забираем национальные территории, промышленность, ресурсы. Все крепнем и крепнем. И наша кавалерия идет и идет вперед. Несмотря на все жертвы, которые мы несем. К концу июля 46-го выходим уже на Кавказ. Здесь забираем основные земли бывших советов. Ну а тут я решил оставить немцев. Пусть они стоят, страдают. В средней-то Азии, без особого снабжения. В то время как наши кони идут вперед. Здесь уже, наконец-то, нормальное снабжение. То, чего не хватало вот на этом участке. Которое как раз было всех сложнее преодолеть. Сейчас будет намного проще. И нашу армаду уже не остановят. Дойдем до Берлина. И, наконец-таки, даруем здесь победу. Кстати, вступила Швейцария. Благодаря этому союзничкам даже чуть-чуть получше стало. В августе 46-го забираем Ленинград. Ух, какая же это красота. На севере немцы тоже потеряли свои оплоты. Недавно пришла новость об освобождении от нацистов украинского города ровно. Черная смерть. Тувинцы отважно прорывали немецкую оборону, не беря коричневую падаль в плен. За что были прозваны немецким командованием Черная смерть. Мы, конечно, уже не Тува и немного истории тут иначе. Но да ладно, наших смельчаков будут помнить в веках. И не поспоришь. Вместе с Советским Союзом воюют с Германией освободить город ровным. Мы не совсем уже Тува и не совсем с Советским Союзом воюем. Но неважно. У них тут и так коммунизма много. Все-таки эту ачивку нам засчитало. А на основном фронте с немцами... Ну вы просто посмотрите. Давайте к Берлину. У них очень много войск, да. Но они здесь, они здесь, они здесь, здесь, здесь. А самое важное, вот здесь вот сколько немецких войск сейчас. Просто не задействовано. В итоге мы уже освобождаем Польшу. Забрали Данцик. И наши кони двигаются к Берлину. Падение Виши 25 сентября 46-го. Ну и все. Дни оси точно теперь сочетаны. Италия почти капнула, да и немцы, видите, уже почти потеряли Берлин. О нет, наши четыре кавалерия добрались до Берлинда. Смотрите-ка, все, Берлин наш. Ура. Явно Германия ждала не этого, но она это получила. Также здесь капитуляция Румынии, сейчас в Болгарию заходим. Здесь тоже, смотри, как прорываемся через Кавказ и идем немцев выдавливать из-за рана с раком. Ну а самое приятное, что вклад продолжает расти, уже 21%, я думаю, к финалу процентов 25 наберем. 29 октября 46-го года меня в очередной раз выкидывают из союзников, и здесь уже, знаете, по границам, попробуй пойми, что творится. Где-то здесь оси, где-то здесь союзники, где-то мы с вами, но самое важное, что уже 23% вклада. Немцы, кстати, понесли 4,5 миллиона потерь об нас, мы 1,4 миллиона. Это неплохой, на самом деле, обмен. Почти всех союзников победили, ну и Тувински не всего. Заполучить 6 ячеек исследований. Тоже такую ачивочку взяли. Знаете, прям, прям прохождение с огромным количеством ачивок. Ну а здесь уже идем к Франкварту. Вена уже наша, сейчас забираем Штутгарт. И дни немцев подходят к концу. Все, немцев больше нет. 6 ноября 46-го. Остается теперь добить что? Правильно, итальянцев. Но я думаю уж, Милан-то они заберут, там вообще ничего нет. А мы успеем чуть-чуть подбить несколько территорий. Вклад почти 25%. И к нам на огонек, смотри-ка, решил Франко заглянуть. Знаешь, тот самый случай, когда ты вроде бы пришел на помощь, но ты так слегка запоздал. Очень не вовремя явился. Но все, к счастью, Милан взяли, и это мир 1790 у нас, 2000 у Соединенного, у Американцев 1700, у Греции даже 800. Вау! Это будет интересный мир. Ну давайте, кушать, кушать и кушать. Самое приятное, что благодаря национальным провкам это все стоит так дешево, что я вообще без всяких проблем забираю кучу европейских территорий. Это для меня реально очень и очень дешево. Я, знаете ли, доволен. И это, наконец-таки, мир. Я могу тут еще потребовать несколько территорий, но да ладно, все основные европейские, главное наши. Флот я также забрал, подтверждаем. И выходим. И посмотрите просто на то, сколько территорий под нашим контролем. Кстати, удалось захватить Японо-Американскую войну под финалочку. 235 регионов. 13 ноября 46-го. Промков 1665. 25 миллионов рекрутов. При этом напряга всего 41%. Мы возвращали нацправки, поэтому особой напряги нет. У нас теперь есть с вами ядерный реактор. И множество рекрутов. И мы, по сути, объединили большую часть Евразии. Самое приятное, что по производству теперь в три раза увеличивай проблем нет. Ну и флот, кстати, у нашей державы тоже есть теперь. Конечно, не сказать, что он побьет всех и вся, но 218 кораблей заполучили. А бедные союзники такие, мы за что сражались? За что старались? Вот так вот старались-старались, но ничего не получили. Я предлагаю для финалочки и для красоты прописать фокус последнюю волю Чингисхана. И вот этот вот фокус аннексировать мир. Ибо дальше красить я все равно не буду. Я могу здесь делать сохранку, если кому-то из вас нужно скинуть. Но здесь уже победа. Считай, все это национальное, все это твое. Просто дальше дави союзничков и радуйся своей жизни. Особенно будет классно, когда ты захватишь Индию. Твоих рекрутов станет на порядок больше. Для полной красоты выгнал еще японцев из Кореи. Если что, то мой вклад здесь 32%, так что даже японцев я по большей части мог бы забрать под себя. Но давайте уже для красоты выполним фокус на Чингисхана. Его последнюю волю. Это дает нам просто претензии на все страны, но по сути мы и так можем это сделать. Так как у нас нацпровки есть везде, просто оправдать и захватить. Давайте лучше сделаем секретный фокус на объединение мира. Каждый регион принадлежит государству Евразийский Каганат и контролируется им. Правительство Тувы это мировое правительство. И что? Да, монголы покоряют весь мир. Интересно, сколько у нас миллионов станет после такого, а уж какая промка. Учитывая, что вся Евразия национальная. Сейчас с вами заценим. Если правда хойка от такого не вылетит. Знаешь, союзники, японцы сражаются во все. А то вот такая. А я мировой гегемон. А я хочу все земли. Все, досвидули. И именно такое мы с вами и делаем. Ну, кстати, путь сам по себе реально хороший. Сложно, интересно. Но вот как только ты побеждаешь японцев, выбрав путь Евразийского Каганата, дальше, сами понимаете, намного легче. Захватить остров Тувалу. Танну Тувалу. Я так понимаю, у нас еще одна ачивка должна быть за захват всего мира. Промка 3,5 тысячи. Притом, по большей части, это все из национальных регионов. И 60 с лишним миллионов рекрутов. Ух. Все национальное здесь. А национальные земли здесь. Просто полюбуйтесь. Сколько же земель под нашим контролем. Я думаю, это красивый финал для нашего прохождения. Вот такой он путь. Монголи и станут, увы. Надеюсь, он вам понравился. И вы поддержите данный ролик своим лайком и комментом. Ну, а я надолго не прощаюсь.